Северный переулок 6. Этот дом был построен 60 лет назад, как общежитие одного из предприятий. Некоторые граждане живут здесь на протяжении всего этого времени. Сейчас это общежитие с общей кухней и туалетами, где живут в том числе маленькие дети и пожилые граждане. Я здесь живу с первого класса, с 8 лет, а сейчас у меня 65. Вот сколько я здесь живу. Сначала-то было хорошо. У нас внизу был душ мужской и женской. А потом душ сломали и сделали там кладовки. Одна кладовка на нижний этаж, одна на наш. Решение о переоборудовании помещений здесь принимает управляющая организация. Однако ЖЭУ не заботится о том, чтобы обеспечить жителей достойными условиями к проживанию. Однажды здесь, в общем мужском туалете, произошел прорыв воды. И представители аварийной службы не придумали ничего лучше, как поставить заглушку на трубу, поскольку в этом доме невозможно перекрыть воду. На дворе 21 век, а жители этого дома пользуются вот такими туалетами. Причем слив у них не работает. Вместо этого используются ведра с водой. Кроме того, в доме отсутствует душ. И люди вынуждены мыться вот в таких вот корытах в собственных квартирах. Нагреть воду на кухне и помыться в небольшой комнате, которая по сути и является квартирой, привычное дело для жильцов этого общежития. Однако за свои маленькие жилплощади они исправно платят. Каждый месяц вот плачу по 6 тысяч. Да. Отопление 3 с лишним тысяч. Я очки не взяла, я не вижу. Вот. Всего вот я в этом месяце заплатила 5 чем-то, я не вижу. Кроме того, граждане платят и за капитальный ремонт. Но даже текущие проблемы представители ЖЭУ устранить не пытаются. Вода на общей кухне течет из кранов днем и ночью. Открутится? Ну, не закрутится уже. И это то же самое. Но мы не можем здесь конструкцию поменять, потому что вода не перекрывается в доме. Жители готовы поменять оборудование самостоятельно. Но, по их словам, в ЖЭУ дает один и тот же ответ. В доме перекрыть воду для замены кранов невозможно. Та же самая проблема касается батарей. Люди не могут поставить новые секции и вынуждены постоянно латать старые трубы. Здесь регулярно появляются новые хомуты, свищи. Пачкаются стены и занавески в квартирах. Люди признаются, что ремонтировать этот дом своими силами они уже не могут и не хотят. Поскольку каждый день их ждут новые сюрпризы. То отвалится кусок от потолка, то начинает прогибаться пол. Единственный плюс этого дома – здесь тепло. Разобраться в ситуации мы отправились в ЖЭУ номер 18, которое расположено в нескольких метрах от злосчастного дома. Там переселение в рамках городской программы застройки. Там будет переселение? Вот дом строится, они ждут. Там рядышком, там семерная, два, уже выселены. Он первый его выселит. Следующая одна. А то они мне просто сказали, что нас не переселяют. Переселяют. Ну все, а то там даже и души нет. Строщик уже всю информацию по ним имеет, какие квартиры не приватизированы, они приватизировали их. То есть полностью подготовка идет. Жильцы дома говорят, что о переселении ничего не знают. А по словам представителей ЖЭУ, люди переедут в строящийся рядом дом. Так или иначе, он еще не скоро будет введен в эксплуатацию. И пока представители ЖЭУ не занимаются текущим ремонтом старого дома, жители так и продолжат пользоваться туалетом с помощью ведра, а по ночам слушать звук, текущий под напором воды с кухни. Для уточнения информации по расселению этого дома, редакция нашей телекомпании отправила запрос в администрацию города Рязани. О результатах мы сообщим телезрителям в следующих выпусках новостей. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова